Ну давайте начнем. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Ущека. Я свой взгляд, свое субъективное мнение выражаю по поводу науки и прогресса дальнейшего науки. Тема такая, изменение скорости света и лженаучное поведение ученых. Теория с изменяющейся скоростью света. Ну, начнем мы, вероятно, с космологии Вселенной. Начнем она построена, современный космологический взгляд. Очень просто объясняется, почему так просто. Исходит из обыкновенного закона Ньютона. Все его, вероятно, знают, даже школьники знают. Два тела притягиваются. Вот, значит, секундочку я сейчас выберу. Вот два тела, значит, вот формула, которая объясняет. И вся вот эта вот космология, в принципе, космология Эйнштейна, она в таких простых вещах. Закручена. В чем тут дело? Значит, сила протяжения, как видите, она уменьшается. Вот эта вот высота вот каждой точки, это для каждого, значит, расстояния определенная сила. Соответственно, площадь, это, значит, энергия связи в определенной точке. То есть, если мы возьмем тело 1, то вот оно обладает вот этой вот потенциальной энергией вот в этой точке. Если тело 2, то 1 и плюс 2 и так далее. Вся эта сила уменьшается в бесконечности до нуля. Только в бесконечности считается так. Вот на примере Земли это, значит, показано, как действует сила. Немножко все сложно. Вот если мы поместим, например, в любую точку тела, вот вернемся сюда, вот, например, 2, и оно никуда ни туда, ни сюда не движется, то благодаря тому, что вот здесь вот энергия притяжения существует, оно начнет сюда падать. Оно не может снять. Или если мы ее толкнем, оно может какое-то время с замедлением туда продолжать свое движение. То есть вот, как на следующем слайде уже показано, все сложно. Оно может или вниз падать, приближаться, или удаляться, стоять над ней в стену, ни в коем случае не будет. Ну вот, примерно такие вот идеи, они, значит, включены в космологию Эйнштейна. То есть вся Вселенная, она либо расширяется, либо сжимается. Но немножко здесь есть такой дополнительный, значит, штука такая, так сказать, где скорость движения, например, оно равно скорости удаления. Ну, в самом деле, вот катится тело со скоростью, например, 5 каких-то единиц, ну, единицу времени, например, в секунду. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это было первое положение, вот это потом второе, вот это третье. Но в космологии все, может быть, выглядели по-другому. Вот 5 единиц, здесь стоит тело, оно пришпилено к этой точке, вот каким-то образом пространство расширилось. И вот, как бы, видите, вот сюда я его добавил, и вот получилась та же самая добавка, как если бы оно прокатилось. Вот такой вот нюанс расширения всей Вселенной, то есть расширяется само пространство. То есть простая идея, что как получить космологическую картину, это даже закон Ньютона, даже не Эйнштейна, а Ньютона, только учитывая, что расширяется пространство. Дополнительно такое. Что вот потенциальная энергия равна энергии кинетической, то есть движения. И, значит, если тело стоит в каком-то, значит, стоит на этой какой-то точке, а во время создания космологии Эйнштейна считалось, что Вселенная стационарна, то есть все на месте, они друг относительно друга немножко движутся, вращаются, но никуда ничего не расширяется. Поэтому он взял и добавил уравнение некоторую силу, которая компенсировала, и Вселенная, значит, не меняла своих масштабов. Вот. А как расширили вообще расширение Вселенной? Вот у нас есть, оказывается, такая вещь, как спектр излучения. Вот он показан для водорода. А водород светится не полностью, там, весь беспрерывный спектр. Вот одна полосочка фиолетовая, потом синяя, голубая, красная. Значит, железа вот столько много полосочек. И вообще каждому элементу, значит, соответствует свой, свой, как бы, отпечаток пальцев. Тут ключи никак не используешь. И если вот, например, какой-то вот полоса, вот они друг относительно друга, видите, вот расположен на каком-то расстоянии. И если вот эти вот две полоски точно понятно, что это водород, вот они ушли, одна голубенькая стала зеленой, вот она расширена, такая область, темная эта линия, где не излучается, или наоборот поглощение. Вот синенькая, она стала зеленой. Значит, зелененькая стала желтой. Это, значит, получилось у нас красное смещение. Все уходит к красному спектру. Поэтому мы можем представлять, что как будто бы какие-то тела, значит, от нас убегают. И чем больше смещение, значит, по определенным формулам, вычислим формулы и будем, значит, узнать, что, насколько. Вот график с оригинальной работы Хаббла, взятый из Википедии. Как вот он построил, что чем дальше галактика, или, значит, да, галактики, по-моему, измерял, вот, и тем больше это красное смещение. Вот, ну, получился такой график, что какая-то закономенность. Ну, тут Эйнштейн, конечно, за голову хватается. Говорит, это моя ошибка всей моей жизни, говорит, что я сделал стационарную вселенную. Значит, получается, что вселенная расширяется. Расширяются масштабы пространства. Вот они как бы пришпилены вот из галактики, они на одном проечке, в одной какой-то иголочке. А между ними пространство растет, увеличивается, и все больше и больше. То есть вот эта картинка взята вот отсюда. Если кто, значит, будет ссылаться, свои собственные картинки я рисую сам, а остальные ссылаюсь. Но, получается, значит, был момент, когда приставлял свою нерв плазму сжатую такую. Или не было. Или была там она холодная, или была горячая. Вот горячая вселенная. Что значит горячая вселенная? Значит, вот частицы были в каком-то очень горячем состоянии, чуть быстро вот так вот двигались, излучали, но тут же соседняя поглощает. И отражает, например, обратно. Никуда излучение дальше соседней частиц не уплывает. Значит, вот нужно понять, был ли такой момент или не был ли такой момент. Вот. И вот этот момент по плавному переходу от расстояния между частицами, элементарно на этой частице, было маленькое, что свет поглощался, и вдруг они немножко разошлись, и свет уже пошел, дошел домой. Мы его уже сейчас видим. Значит, под моем. Вот. А была, значит, как я уже говорил, разные идеи, как это была космология, холодная, газ, горячий газ. Но вот Гамов предложил такую модель, значит, что она как раз вот горячая была, чтобы объяснить состав вещества Вселенной. Когда начали изучать, оказывается, водорода очень много, он светится определенным, то есть, как я говорил раньше, его нищем не перепутываешь, отпечатки пальцев есть, значит, он светится определенным спектром. Гелия тоже. И вот посчитали все вот это, там, с определенной точностью, что водорода 2 третьих примерно на 3 гелия, а там 2% всяких железяк и более, значит, камней и так далее. Таких частей. И, значит, когда он начал рассчитывать, что оказалось, что как раз именно горячая Вселенная, потому что, говорю, было сейчас неизвестно, но были разные модели тогда, вот что были холодные, начало холодное вещество, именно горячая Вселенная, что вот такое вот количество, значит, гелия относительно вот водорода, то есть сначала, когда они вместе соединяются, но энергия была большая, их тут же соседняя частица разбивала, да, вот, не было такого синтеза. То есть он происходил и тут же обратно, происходил и тут же обратно. И вот она немножко остыла, и вот как раз именно 30% гелия, ну, там и немножко другие элементы, вот, это кратко, вот такая идея гамма горячей Вселенной, это в 40-х, это, значит, пришло к реликтурному излучению. Вот эта вот картинка последняя, не самая последняя, это та самая последняя картинка, вот синтез, значит, полностью, как видно, все небо, все наше небо, вот это немножко горячее, немножко холодное. Это реликтовое излучение. Его нашли, за него Нобелевскую премию получили, нашли случайно, значит, 2 с чем-то градуса температура его, но во всем этом реликтовом излучении оно подтвердило вот космологию Эйнштейна и вот модель горячей Вселенной Гамма, вот такого, что большого взрыва, как бы не говорили, а горячая Вселенная, горячая Вселенная. Ну, у нее возникли проблемы тоже. А проблема такая, что оказывается, значит, вот эта температура вот этой горячей Вселенной, вот вернемся еще снова на предыдущий слайд, вот это вот очень преувеличена разница, то есть он светится, значит, там на сотые, десятые доли процента, различия вот этой температуры, они очень одинаковые цвета, просто преувеличены. Вот 0,01 процента отклонения. Значит, ну вот эта вот картинка тоже последних, вот где всплеск какой-то, а здесь какие-то получились гармоники, которые говорят там о том, что какие-то были звуковые волны или какое было до разделения вещества. Так что же такое катавасия? Что такое катавасия? Немножко здесь получилось. Так вот, катавасия это бедлам, сумятица, беспорядок. Это когда вот один хор поет и другой хор поет. Вот один-один мотив там поет и на одной тональности, а другой-другой. И получается, что они друг друга забивают разные хоры. При чем тут это катавасия? А, значит, вопрос нужно задавать, что такое инфляция или думать, что такое инфляция. Эта идея призвана ответить на вопрос, почему же в процессе расширения нет катавасии? А почему она там должна быть в процессе Вселенной? А потому что излучение настолько одинаково, что вот в 60-х годах открыли это излучение. И только специальный аппарат, и уже это целая история, вот недавно совершенно получили за это негрузку премию, что вот анизотерапия излучения, то есть чуть-чуть ярче, чуть-чуть меньше, чуть-чуть ярче, чуть-чуть меньше. Так вот, планковскую эпоху, когда вот только-только начали разделяться, вот эти вот, выделяться излучения отдельно, свободно, значит, расстояние между частицами составляло, и здесь немножко неправильно, значит, расстояние большое составляло 10-3 сантиметра, а размер причинно связанного или горизонта минус 30-30, то есть 30 порядков. Это вот, что это такие данные, что это такое? Так вот, это говорит о том, что, например, вот этот дирижер одного из хора находится, ну, где-нибудь в соседней галактике, да, а мы здесь вот по его взмаху палочки, значит, и поем, и точно так же в другой галактике, одновременно. Такие вот различия, что, ну, как это может быть, кто это синхронизировал, организировал все это туда. Так вот, это пришла и деинфляция, именно, то есть до этого, до инфляции считали, ну, это так, само собой как-то получилось, никакой идеи не было, а потом сказали, вот в этой точке, когда все было зажато, сжато, значит, пришел дирижер, смахнул палочкой, все начали говорить, а и тут же все мгновенно расширилось до огромных-огромных расстояний, там, я не знаю, 30 порядков, и вот, когда они были здесь причинно связаны, и до того, как они стали причинно не связаны, они думали, как же, когда же вот нам засветится, грубо говоря, вот эти частицы, поэтому они все одинаково светят, то есть дирижер, в какой-то момент, и очень, вот отсюда это взято, рисунок, значит, а потом уже расширение пошло, вот таким вот путем, таким мы видим сейчас, вот все хорошо, но опять же, инфляцию пытаются, сейчас я думаю, будут пытаться на следующем Нобелевской премии, где-то, через сколько-то, типа того, что ускоренное расширение, и все это объясняется инфляцией, так вот, ладно, немножко вернемся, вот в этот момент, мы уже выяснили, что сжатия нет, все расширяется, тем дальше, тем все быстрее, значит, только расширяется, вот известно, что она, вот эта вот, двигается частица вверх, ее кто-то пихнул, вот когда-то, неизвестно, с какой силой, но она должна тормозиться, почему, потому что силы, вот на рисунке было, что они, значит, тормозят, и если первоначальный, какой-то импульс их частиц, он должен, немножко замедлять, было, только неизвестно, по какой территории, быстро, помедленнее, или вообще никогда не произойдет, то есть, вот энергии, так сказать, синетические разбегания Вселенной будет столько, что она не начнет сжиматься никогда. Вот появились модели, вот эта вот модель, которая, ну, немножко здесь тоже неверно нарисована, здесь несколько дальше рисунок будет, там будет поправлено, что вот каждая вот эта траектория, она начинается немножко не в одной точке, вот, такая, то есть, модели были, вот от такой закрытой, до вот такой вот открытой, вот здесь целый набор космологических моделей, что вот так вот, и будет по такой, значит, здесь вот просто выбранное расстояние между любыми двумя точками, или размеры Вселенной, учитываясь, график, это все равно, она одинаково будет показываться, а обнаружили, так как мы видели в прошлом, все, точнее, звезды мы видим в прошлом, они, свет до нас доносится, вот, даже от нашего Солнца за 8, там, с половиной, 9 минут, от соседних звезд, там, 4 года, и от соседних галактик, миллионы лет, так что, значит, миллионы лет назад в Галактике излучает, миллиарды лет, мы можем наблюдать, что было в прошлом, и казалось, что вот здесь я поправил, вот видите, вот здесь разные дальнейшие, немножко начало их отличается, так вот, значит, вот такая вот загнутая, этого не ожидал никто, вот это вот именно обнаружили, ну, а как это еще, можно назвать, вот, и как, вот, искали, искали по годичному параллакшу, значит, первоначально, что значит такое, вот мы знаем, земля находится, вот, в этой точке, через полгода, а это солнце, а это, значит, земля с другой стороны, через полгода, мы знаем вот это расстояние, оно нам известно, но если мы посмотрим на какую-то звезду, чтобы определить расстояние, мы как раз вот определим этот угол, и по правилу треугольника, основной геометрии, знают, просто вот расстояние вычислено, это расстояние знает, дальше получилась еще одна удивительная картина, что все звезды вкладываются в какую-то, значит, по своей светильности, в какие-то вот такие вот диаграммы, диаграмма Рассела, такая вот есть, то есть, если звезда вот голубая, вот она именно такой яркости, если она желтая, то она вот такой вот, или такой яркости, если она красная, то она вот такой, такой яркости, и вот изучив, вот по параллаксу звезд различных, мы уже, значит, точно знаем, любая звезда в любой галактике, если мы ее отдельно выделим, видим, какой у нее цвет, вот, мы точно знаем, вот, как она светится, это значит, метод уже стандартных свечей, нашел такой способ определения, дальше, значит, там цифииды использовались, но, самая хорошая вещь, вот взятая из лекции Ростов-Другой, он тоже в открытом доступе есть, значит, наконец сверхновая, стандартная свеча, что тут, значит, стандартная свеча, очень, это простая вещь, и как, как поопределять, значит, она очень ярко светит, так, нашли, что она вот такая, абсолютная осветимость, порядка 20, а вот эта вот ошибочка, значит, это вот дифференциальная, все это, вот, рифмическая, вот, шкала, поэтому ошибочка очень малая, здесь примерно полпроцента, даже меньше полпроцента от этого, и то научились определять, вот, по этой траектории, и вот, по этой, по каким-то дополнительным, там, больше железа в спектре, меньше железа, не знаю, каких-то другие химические элементы в спектре этой сверхновой, поэтому мы можем точно сказать, значит, по яркости, а яркость сверхновых такая, что, если мы видим какую-то галактику, то сверхновую мы увидим ее точно, обязательно, она очень ярко светит, и принцип, вот, определение, вот, вообще расстояние по стандартным свечам, вот, так вот видно, вот, она близко, вот эта сверхновая, да, вот она ярко светит, а вот если удаляется, вот это вот пятно, она более тусклая, тусклая, растущая вообще. И вот мы вот по этой светимости, значит, можем вычислить, значит, на каком же расстоянии она от нас находится, потому что, вот по этому графику мы вот точно знаем, значит, ее яркость максимумная, то есть она вот определенное время ярче становится, потом спадает, и вот этот момент мы определяем, это все очень хорошо изучено, вот, дальше тут мы задавали, вопрос, а как тут спектры, они же меняются, ладно, вот изучаем, значит, фотоэмульсии изучаем, и видим вот графики, в каких спектрах, они как-то себе ведутся, ПЗС-матрица, усилитель, любые способы регистрации, мы, значит, можем применить, если мы видим вот красную, везде вот красный спектр, а знаем, что она уже, она была какая-то белая, то мы вот корректируем этот коэффициент, все это изучено, все это, вопрос это вообще не может, и так результат наблюдения, результат наблюдений получился такой, вот красное смещение вблизи относительно, небольшое там миллион или это может быть небольшое, вот величина красного смещения, то есть от фиолетового до синих, и в далеком космосе, миллиарды лет от нас, например, от зеленого, там до желтоватого, до желтого, вот величина красного смещения одинаковая, и здесь, вот получилось, что, вот это красное смещение, величина в ближнем космосе, вот на таком расстоянии, а в дальнем, на большом расстоянии, вот здесь сравнение, вот этих расстояний, с какого же расстояния, одинаковая величина красного смещения происходит. Ожидаемая картина была строго наоборот. То есть одинаковое красное смещение, вот это и вот это, должно было быть в ближнем космосе на большом расстоянии, потому что уже звезды разбегались, разбегались, они теряли энергию, энергию все, значит, медленнее, медленнее, замедлять и гравитационное поле должно замедлять было. Все модели строились на этом. Должно было быть, что в ближнем космосе на большом расстоянии уже в скорости, погашенная энергия погашена, а в дальнем космосе должно быть на маленьком расстоянии. То есть вот я могу повторить, что картина, которая должна была быть вот большое расстояние, а в дальнем космосе, она получила строго наоборот, значит, в дальнем космосе расстояние между звездами и галактиками с одинаковым красным смещением в далеком космосе больше, но относительно друг друга, значит, больше, чем у нас близко. В прошлом, значит, они долго, значит, разбегались, вблизи не становятся, быстрее разбегаются, вот. Но теперь мы перейдем к изменению скорости света. Здесь вот такая вещь, которая происходит, что, ну вот, выберем, например, вот, например, скорость света 900 км в секунду где-то в далеком космосе, 3 импульса в секунду частота. Значит, звезда, вот, излучает один импульс, второй, третий, вот, один импульс прошел 900 тысяч километров, второй 600, третий 300, между ними расстояние каждый импульс, ну, какая-то пик импульс, значит, расстояние 300 тысяч и частота 3 герца, 3 импульса в секунду. Но вот на таком расстоянии друг друга они шли, до нас дошли, в наше время скорость света 300 тысяч километров в секунду и частота 1 импульс в секунду, то есть через секунду только этот импульс. То же самое, то есть красное смещение объясняется изменением скорости света. Но если мы обратимся вот к такому вещи, что, например, в дальнем космосе, когда была двойная скорость света, и на одну четвертую часть уменьшилась до полутора, значит, величины, это соответствует красному смещению и в нашей, вблизи нас, когда вот от одной до на одну четвертую до 0,75 оно уменьшается. То есть красное смещение будут одинаковы, значит, в дальнем космосе где 2 и в ближнем космосе, но расстояние пройденное, допустим, лучом света будет в дальнем космосе вот 2 плюс 1 на 2, 1,75, а в ближнем 0,875. Два раза получается. Ну вот это конкретный пример, значит, расчет вот, чтобы было понятно, что расстояние, если большая скорость света, оно на такую же величину красного смещения, значит, уменьшится на большом расстоянии, чем если вот маленькое. То есть муравей, допустим, проползет, значит, меньше, пока там что-то с ним случится, чем там голод пролетит. И вот, значит, картина должна быть именно вот такая, которая наблюдалась вот, как бы это открытие ускоренного решения Вселенной. То есть это как бы генетическое предсказание теории с изменяющейся скоростью. Вот оно предсказывает. Когда я говорил, там вот никто не предполагал в этом самом картине вот этих, значит, космологических моделей, что там вот такое будет, да, вот такое ускорение, никто, а то это вот так вот оно и должно быть. На самом деле, если скорость света меняется, это предсказание. То есть предсказание, ну а как это обойти? Вот эта вещь. Значит, ну, Пугач ортодоксов – это постоянная тонкая структура. Вот что такое постоянная тонкая структура? Ну, вот здесь вот взята, значит, ссылка и вот цитата, что отношение скорости электрона, когда он движется к скорости света, равняется одной из 137. Это Пугач. И вот в книге Ленишина «Астрономия наших дней» была написана вот такая вот интересная вещь, вот я использовал в докладе в одном своем, что красное смещение спектра галактик могло бы иметь место и при изменении скорости света. Подтверждается, что там могло быть. Но, значит, изменения скорости света вообще не могут быть проанализированы всерьез в рамках теоретической физики. Вот это вот самое главное камень преткновения, что не поддается, значит, математическому анализу вот этого теория. То есть какая-то проблема существует и нет никакого серьезного можно что-нибудь проанализировать. А вот какие же серьезные, значит, подходы? Так, нужно вернуться к моему вообще способу, каким образом я искал вот эти вот подходы. Это поиск заблуждений человека. И вот, значит, серьезные подходы, как можно подойти к этим серьезным подходам, найти что-нибудь. То есть у меня описано, значит, вот этот ресурс, адрес. Метологические вопросы поиска направления исследования науки в будущем. То есть вещь такая, что, вот, логика такая. Ну, смотрите, науки от силы 10 тысяч лет, исследованы при этом большие окрестности Солнечной системы практически. Ну, наблюдения в телескопы – это вещь, которую, ну, где-то просто мы наблюдаем, а как там на самом деле, ну, кто его знает. Может, там за поясом Койпера какой-нибудь, значит, инопланетяне какие-нибудь, они просто взяли, поставили экран и всю эту картину нам, если до абсурда это все довести, показывают все и смеются. Ну, кто его знает, может, не пробовали, да? То есть это косвенно все наблюдения. Ну, это тоже знают ученые-астрономы и об этом тоже говорят, что да, оно применяется. Ну, я иду дальше. Науке от силы 10 тысяч лет, а Вселенная более 10 миллиардов. И размер ее в тысячи миллиардов раз больше исследованных областей. Вот мировоззрение, которое у нас сложилось, на протяжении веков менялось. Вот даже 500 лет назад, значит, появилась плоская Земля, круглая Земля. А можно и предполагать, что осознание реальности у нас правильное. Такая вещь. Вот. И вот представьте себе, что если продолжительность жизни человека 100 лет, одна миллионная часть его жизни – 50 минут. То есть представить, как можно представить, что новорожденный человек за 50 минут увидел, что смена, значит, сезонов, значит, смена времен, но солнце еще день не закончил. Он не знает, что там есть другие города, есть другие страны. Ничего не знает. Каком мировоззрение адекватно нужного младенца вообще может вести речь? Он ничего не знает. Он пытается что-то там изучить или двигать руками. Так вот, нет оснований считать, что наше понимание вообще Вселенной, вот эти законы, которые мы открыли, что даже они сами правильно в принципе правильные, и наш подход правильный. Ну да, что-то, значит, похожее есть, что-то похожее нет. Ну, значит, тут другие проблемы. Мы не знаем, вот, например, что эта модель звезд, а оказывается химический состав даже нашего Солнца противоречит теоретической модели. Он говорит, мы изучаем. Ну, что они изучают, что у них противоречия есть, я не знаю. Там пионеры улетели, ну, подогнали принцип, протянули за уши, по сути дела. Значит, что там что-то излучение сначала одно, потом другое. Там есть еще пролетная аномалия. И, короче, таких вот вопросов, которые вот противоречат, они не существуют. Даже Луна у нас удаляется незаконно от Земли. Она удаляется порядка 3,8 миллиметров сантиметров, 38 миллиметров. Оказывается, объяснено четко и точно объяснено приливами, влиянием Земли. Только примерно половина этого удаления. А потом остальное. А там сезонные ветра мешают, еще что-то, еще что-то. То есть, нет оснований считать и даже вот эти вот вещи, что мы правильно вообще вот это все теоретически и практически все знаем, понимаем, все об этом говорить. Но мнение вот современных ученых другое. Вот в книге я от Лукаша, значит, прочитал цитату. Он вообще Лукаш такой, как бы сказал, хороший, такой нормальный ученый, очень четкий. Но он как бы классическую физическую, значит, космологию поддерживает. И вот он, значит, написал, что в книге сложена основа современной космологии, которая уже не изменится в будущем. Ну, это заблуждение, конечно, что не изменится в будущем. Потому что вот неизменные знания. Я сразу думаю, а что так вот? Человек какие-то средние века сказал, ну, мы уже знаем, что твердь небесная есть, останутся неизменными виденными всегда, это твердь небесная. Вот. А вам остается только, ребята, дойти до нее до края и заглянувшись в хрустальные сферы или нехрустальные сферы, что-нибудь такое. То есть, в основном. Так вот, все это, значит, базируется и по-настоящему все это хотелось бы, значит, то есть, мне хотелось по-настоящему открыть какую-нибудь теорию, поискав заблуждение людей. То есть, люди заблуждаются, вот сколько тут правил заблуждения. Вот. Это ошибочное и ложное понимание неправильной теории. Вот примеры. Плоская земля, но не плоская, заблуждается. Галерея считал, вот даже есть, что ребячество предполагает, что Луна вызывает прилив. Значит, она на самом деле вызывает прилив, а он считал, что это неправильно. И летать по воздуху нельзя, и поездка по воске нельзя, значит, от удушья нельзя. И вот в книге «То мне на небо и землю» вообще сколько великих и всем свойственно ошибаться. Это про астрономов он написал в книге. Вот. Или, например, чай, значит, вы хлебнули на бытовом уровне. Вы вообще посчитали, что, значит, он уже остыл, а вы обожглись. Или обознали человека. То есть заблуждения, они пронизывают человека, значит, кругом во все. И, значит, а если есть правило, то, значит, можно изучать. Это правило научное. Значит, заблуждения можно... И моя идея, значит, была такая, изучить правило заблуждений, значит, и приложить к современным вот этим взглядам. А, значит, а если, как бы, вот отправная точка, так это обладает и, значит, положительными, и отрицательными моментами. Вот. Вот эти вот исследования, ну, они... Я понимаю их и хочу сказать, что это новая научная технология. Вот. Он имеет ряд преимуществ. Вот. А новая технология приносит результаты. Вот Галилей. До Галилея, вот, значит, не знали, что, например, спутники. Вот это Юпитер, а это четыре галилеевских так называемых спутников. Он их открыл. Ну, кто мог подумать... Собрали мы всех Архимедов, Леонарда Винчи, всех гениев, значит, без телескопа до Галилеи. И сказали бы, а вы посмотрите на Юпитер, что там такого? Да ничего нет. А Галилей взял телескоп простейший, значит, и такой не очень хороший, но все равно увидел, совершил открытие. Вот он одному объясняет, вот здесь показано картинки, значит, этот сомневается, а этот уже увидел, этот уже перестал сомневаться, что, ну, а действительно там есть, значит, вот эти вот вещи. Или вот система Толемея, например, вот картинка вот взята отсюда, вот здесь вот адрес написано, что вот объяснялось затмение Солнца, затмение Луны, но Земля в центре мира, и все это строить, понимаете, вот, красивая вещь, красивая вещь, а ведь, значит, интересная, интересная штука, вообще-то, значит, вот эти заблуждения, и дальше. Ладно, не буду останавливаться. Визит к современной науке. Значит, вот эта стена, явно дошли до какой-то точки, вот здесь впереди гранитная стена, да, вот, мы не знаем, что за ней, нам нужно ее преодолеть. Ну, это как бы образ такой, наука идет, и вдруг проблема, значит, что там в космологическом плане, что там в космологическом плане, но проблема. Ну, мы знаем, что обходили эту стену, одну стену растворили, там, какой-то, она растворимая, водой залили, она растаяла, другая, подожди, она бумажная, сгорела, ну, каменная, вот, пытаются долбить, и никак, ничего, другими способами. Не только не видят, что, оказывается, вверху-то стены, вот, свободное пространство взять, вот, лесенку, да, или шест разогнаться и перепрыгнуть. То есть, вот, способ на современной науке, вот, ладить, там, постукивать, пронюхивать, там, еще что-нибудь делать с этой стеной, но ни в коем случае нельзя перепрыгивать, потому что мы не знаем, что, возможно, перепрыгнуть. И так, дедственный анекдот такой есть, анекдот, что идет человек, видит пьяный, ковыряется под фонарем, вот, фонарь стоит, тебе светло, говорит, что ищешь, а еще, говорит, часы где потерял, а вот там, где темно, а что, что под фонарем, а здесь, значит, светло. Так вот, ученые, вообще, наука изучения, изучаемого, изучаемым способом. Это наука. Если, например, в астрологии, там, не совпадают многие результаты, значит, это не научно. То есть результат, то нет результат, как мы можем изучать, вот, или если нет инструмента, там, какого-то, значит, как мы, мы не можем ничего сказать. Так вот, есть фонарь, то есть, все известно здесь. И начинают копать. И сначала просеивают, провеивают, подкопы делают, потом еще что-нибудь, потом дробилки ставят, перетирают, ищут, значит, следы этих потерянных золотых часов. Но еще интересная вещь, что вы здесь поставили заграждение, да, и сказали, а мы без того, без вот этого самого описания, знания о том, что как методов просеивания, провеивания, дробления, тебя сюда не пустим. Не пустим. Нет, вот ты должен нам экзамен сдать по всем предметам, да. А потом, когда мы поймем, что ты можешь просеивать и проявить, и простукивать, и пронюхивать, мы тогда тебя туда допустим. Но я говорю, да не надо мне это самое все, дайте мне вот этот фонарь, я вот там поищу, где темно, да. Так вот они поставили, вот, значит, целые заграждительные отряды, да. Мол, мы тебе ничего не дадим, мы тебя не пустим, не опубликуем, ни на конференцию, ни на семинар. Вот такая вот ситуация, отождественная анекдот. Вот. Но фатальное заблуждение современности, тут немножко уплыло изображение. Так, сила заблуждений на самом деле велика. Вот. И пока не дождешься сам, или что, никто не увидит, что чай горячий. Вот. А самый вот анализ уже, результат, на самом деле тема очень большая, она не может быть освещена, очень объемный. Вот. Но знаете, на самое заблуждение это математизм. Вот. Вот здесь он написан, где, значит, что такое математизм. Ну, это, по сути дела, моделирование математикой, значит, различных физических процессов. Ну, что, как это все понимать? Ну, есть у нас математика, да. Вот мы берем просто уравнение какое-то, или систему уравнений. И вот к какому-то эффекту мы прикладываем, к какому-то идее. Значит, и все. А потом, значит, мы моделируем вот эту вот вещь и находим в этих уравнениях, перекладывая их, какую-то идею, которая, значит, еще не была где-то, не найдена. Не найдена вот эта была идея. И это предсказание. Начинаем искать, проверять. Оказывается, раз сложилось. Все. Из гипотезы получилась у нас теория. Сейчас это, значит, полностью, вот, вся наука полностью, 100% математична. То есть, только так и только так сейчас ищутся. Сейчас ни один экспериментатор без математической модели ничего делать не будет. Палец о палец не ударит. Нужна строгая математическая модель, значит, уравнение. И все. И он должен уравнение дать результат. И вот экспериментатор делает. Заложил этот способ, он, на самом деле, очень эффективен. Потому что сидя, ну, извините, в одном месте на туалетной бумаге, карандашом, взял, записал там, пока сидел, думал, записал какое-то уравнение, все. Ты заменил своим трудом, труд, значит, десятков или сотен человек на протяжении огромного количества времени. Кстати, за пять минут составил он очень хорошую вещь. Вот, моделирование. Но заложил Эйнштейн. Он сказал, вот, к электродинамике движущихся сред, такую фразу произнес. А зачем нам эфир? Нам эфир не нужен в системе отсчета, чих-пых и все. Вот. Он сейчас самый, он единственный, по сути дела, вот я смотрю гравитации, вот, например, Пен Роуз, он, значит, твистер, это такие математические объекты. Все хочет твистерами. Есть институт гравитации у нас, это самое, в Институте Дружбы Народов. Там, значит, такое вот направление, значит, пытаются, значит, свое, кварталионное направление. Есть финслеровые геометрии, институт создал человек. То есть все считают, что вот мы возьмем какую-то математическую штуку и, значит, формулируем и построим, и все это опишем. Только и только математизм. Это визитная вообще кракаточка современной науки. Вот я о чем и говорил, что введение светоносного эфира окажется излишним, Эйнштейн написал. Вот эта знаменитая работа, вот откуда она взята, вот это вот указано, вот 905-й год. То есть теория относительности, которая, вот, самая вершина, это действительно квантовая механика. Вот, она проверена, успешная, ну, консенсуса понимания смысла нет. Вот, вот, Пенроуз, вот, вот, ссылка, где я взял эту фразу. Вот, и вот он тоже пишет, что квантовая механика не дает картины реальности. Он следует рассматривать математический формализм. То есть полностью упор сделан на уход от реальности. Так от чего нужно избавляться? То есть я, как бы, перескочил, сказал, вот, самый момент, из чего я начал вот этот анализ, что, на самом деле, вот, когда я немного говорю, так, рисковато, как бы, говорю о ученых, да, значит, и они на меня, как бы, очень обижаются. Ну, здесь нет ничего личного, нет ничего. Ну, вот, смотрите, ученый изучает, извините, какой-нибудь биологический органом человека. И вдруг он обнаружил, что у него в кишечнике, ну, есть фекалии, там, дерьмо, да, извините за выражение. Вот он и описывает это. Он ученый, он полностью все описывает. А вдруг какой-то академик там или группа, а мне у нас такого нет, ты что? Как это какой-то ты на нас это сам унесешь? Ну, и заблуждаются все. Я показал, что заблуждения абсолютно, они, любой человек заблуждается. И сильнее заблуждается тот, кто больше уверен в своих этих самых, значит, знаниях там или что. А вот больше всего заблуждается. Поэтому, значит, зная вот эти вот правила, можно сказать, где заблуждается академик. Вот интересная вещь, ну, я не знаю, что, ну, политика, но это не политика, это научное исследование. Как, значит, Егор говорил, ну, не касайся поменьше политики. Ну, это же научное исследование, откуда, значит, я получаю, что нужно исключить. Вот, например, исследование, например, значит, ну, вот как относиться к мракобесию, что такое мракобесие. Если обратиться, значит, к истории, оказывается, ну, вот такой факт, что, например, люди защищали свою красивую и математичную идею. Вот хрустальные сферы, земля в центре мира, а вокруг нее хрустальные. Это красивая идея, представляете, очень красивая. Она математична, каждая сфера в мракобесии. Вот, они защищают, но защищают явно агрессивно-политическими методами. То есть, сжечь на костре, и все. Вот это признак, признак, значит, мракобеса. Ну, это исследование такое. Поэтому, значит, нужно избавляться, то есть, в чем нужно избавляться, вот это приложение, вот этих исследований, значит, в математизме. Извиняюсь. Так. Сбавление. Вот, эта инвариантность является математическим выражением постоянства скорости света. Вот, это насчет, вот это преобразование Лоренса, написано в Ландау Липшинце. А на предыдущей странице там описывается, что коэффициент какое-то преобразование, которое приводит, зависит от абсолютной величины относительной скорости инверциальных систем. Вот, он не может зависеть от координата времени. То есть, скорость света, она, как бы, независима от масштаба. И, по принципу построения, значит, принцип относительности, он строится уже сам, еще глубже, когда только философские подходы к обществу построения, научные подходы. Так вот, смотрите, что получается. Вот есть преобразование Лоренса, так называемое. И вот, есть точка согласования, как бы, мы вращаем систему. Мы не смотрим, что вот, например, здесь и вот туманности Андромеды, вторая система отсчета. Мы вот, одна система вот так вот выглядит, а другая система вот выглядит вот так вот. Точка у них общая. Если, значит, в момент, когда на перроне стоит человек, в этот момент пролетает, значит, мимо него вагон, то есть, они, как бы, приведены к одной точке заранее, вот здесь вот, потому что дальше она не работает, это преобразование. Неизвестно, как его строить, если мы выбираем этого человека здесь. То есть, вот этот момент, когда они в одном. Вот такая вещь. И он, значит, обозначает, то есть, в литературе звучит как инвариантность, которая противоречит изменению скорости света. Скорость света не может меняться, потому что вот это выражение объясняет, что скорость света неизменна. Ну, если мы действительно, на самом деле, рассмотрим, здесь, значит, не может быть вот это V, не может быть больше вот этого V. То есть, вот это скорость света, а скорость движения не может быть больше. Единственное, то есть, оно теряет смысл, оно неопределено. То есть, ограничение на то, что это предел. Не постоянство, а предел. Скорость света просто ограничивает все скорости. Вот, еще одно главное заблуждение. Геометричный подход, вообще общий геометричный подход. Вот, вот эти вот геометрические области, они строятся, исследуются. А инвариантность, как бы, способ исследования. Вот этот способ инвариантности. И альтернатива. Получается так, что результатом вот этих всех исследований, получается, выходит такая вещь, что теория должна быть негеометрична. И вот наиболее близкие подходы, я после вот исследования научил, это теория физических структурок, например, Кулакова, религиозный подход. Вот эта вот группа ученых Кулаков, Владимиров, Михайловиченко, Лев, там другие. А вот, ну, они не очень, как бы, значит, не точно, но близкие. И философия конструктивизма, так называемая, ну, это тоже очень близко, но не точно. Значит, я предлагаю вообще конструировать пространство и скорость света. То есть теория размерности такие аксиомы позволяет. Здесь, значит, здесь вот такой момент. Значит, что такое, еще раз, математика? Математика – это какая-то вещь, которая строится на общепонятных и не требующих доказательства истинных аксиомах. Но когда смотрим, что такое аксиомы, что такое вот эта вот очевидная вещь? Вот аксиомы – это какая-то очевидная вещь. А что такое очевидная вещь? Ну, что, что все сверху падает вниз. Это очевидно? Очевидно. Значит, мы будем строить математику плоской земли, потому что симметрия, мы не понимаем, что симметрия на самом деле, значит, пространство и тело. Значит, мы высказываем. Это у нас очевидно. То есть, первоначально наше понимание идет, какая-то философия, а, значит, потом аксиоматика математики, и она, как бы, стоя на этом фундаменте, математика, она не может, ну, ничего сверх этого фундамента нам пояснить. То есть, математика строго докажет, значит, математически строго докажет или строго подтвердит все, что, значит, лежит на фундаменте философии. Вот этой. И также строго опровергнет все, что находится на фундаменте другой философии. Обязательно. То есть, любые математические выводы, они будут правильными только в том месте, где философия действует. Философия, наша философия может там другой галактики вообще не действовать. И поэтому там совершенно другая математика. Все это словно. Так вот, конструирование пространства. Можно мне на минутку прерваться? Да, конечно. Так, это значит, я должен развлекать всех, да? Ну, подождем минутку докладчиков. Продолжение следует. Продолжение следует... Егор! Да? Вы меня слышите? Я вас слышу. Вы знаете, на мой взгляд, конечно, надо ставить временные рамки доклада. Они есть. То есть, получается, такое, знаете, все обо всем, и мысль растекается по всем направлениям. Ну и конечно. Нет, так, время есть. Есть два часа. Эти два часа можно, если сильно хочется докладчику, пусть он все два часа что-то говорит. Если хочет, может говорить 15 минут, а потом больше полутора часов. Это делаем усолить. Так что, я говорю, я даю два часа. Два часа на все. Через два часа... Все. Выберем. Это очень непрога. Знаешь? Делай все, что можно. Давайте мы продолжим. Я постараюсь быстрее закупку и еще час вам на обсуждение. Значит, конструирование пространства. По закону, то есть, из правила разменности скорость света, значит, такая интересная величина, которую можно, значит, выбрать вот базовую, аксиоматическую для установки, для создания новой математики, метр в секунду. Для конструирования необходимо, значит, чтобы сконструировали пространство и время, нужно размерность какая-то вот типа такой, метр в секунду в квадрате. Ну, это ускорение. И отсюда мы время получаем. В данном случае, если цена какое-то фундаментальное ускорение, получается время жизни Вселенной, в любой точке, вот сейчас вот мы цель А, и размеры пространства. Мы его конструируем, а если мы локально можем, ты можем, значит, В на какое-то другое... Так вот, физический смысл, значит, если вот понимать скорость света, чтобы, как бы, отойти от геометрической парадигмы, как потенциал гравитационный, то ускорение, значит, звучит как замедление скорости света, напряженность. То есть, есть потенциал и напряженность, то объект с потенциалом напряженности, значит, комбинация этих вещей дает нам размеры пространства и время. Но здесь картина, так как есть ускорение, значит, нужно обязательно, значит, изменение скорости света. То есть, вот она должна изменяться саму по себе. Вот, в Лоренц-инвариантность остается прежней, то есть, она остается верным в виде предельности скорости света. Вот, растут масштабы при изменении, это у меня написано на сайте. Есть квантовые отношения, такие вещи. Ну, если мы рассмотрим, вот, значит, такую идею, значит, вот скорость света, красная полоса, значит, и, например, вот какая-то скорость, которая уменьшается. Явно, что, значит, вот эта область зеленой разрешенной скорости, изменение скорости света за единицу времени, значит, ограничивает вот эту скорость. То есть, ускорение, вот дальше, показано, что ускорение вот здесь вот больше какого-то А, с которым замедляется скорость света, вот это фундаментально, а вот запрещенной скорости ускорения меньше А. Любые ускорения меньше невозможны. Значит, такая вот идея должна быть где-то в чем-то проявить себя. И вот, значит, из, значит, песни Высоцкого начал спорить с колеей по глупости. Вот, например, двигаем автобус из колеи, а он не может, значит, с нее сойти. И вот он двигается по этой траектории, с которой замедляется скорость света. То есть, и меньше. Ускорение больше может быть, но энергия теряется не сразу. Энергия все равно теряем, но не сразу. Вот, например, в этой точке начали прикладывать силу. Через какое-то время какое-то излучение, значит, произошло. Энергия изменилась, потерялась, но уже с разрешенным ускорением этот процесс прошел. Вот, значит, вот на эту картину, вот, например, вот момент начала воздействия, частица попала в какое-то поле, а вот здесь она излучает. А здесь она ничего не делает, потому что в любой точке нужно было ускориться медленнее. Медленнее она не может ускориться, она ускорится, значит, только в этот момент. На эту картину укладываются любые случайные воздействия. В каждом кубическом сантиметре подсчитано, что несколько сотен нейтрино только, а другие волны, частицы, но они действуют. Но вот большое воздействие, оно редко. Поэтому вот график такой возникает, что иногда вот здесь проходит этот переход. Вообще-то вот здесь, но иногда здесь, чаще здесь, чаще вот в это время происходит. Вот, статистически все это. И оказывается, что вот эта вот статистическая вещь, это не что иное, как волновая функция нахождения частицы в том или ином, значит, виде. То есть вот сама по себе квантовая теория, она подтверждает, что скорость света меняется. И это то самое открытие, значит, физического смысла, вот, ну, Нобелевского уровня это открытие. Доказательство правильности идеи, что действительно так строить, строить. Вот. Ну, здесь вот, значит, я, значит, по поводу биотийцев, что они не кричат вообще, кто такие биотийцы. Вот мой адрес был, когда я подал, значит, заявление, и приняли, значит, программу поставили, ВАГ-2007. Вот, значит, вот они вот, что про меня говорили, что вот кто-то там не поедет, кто-то уедет в другую страну, если меня будут допускать до этой конференции, вот, и так далее. Вообще, кто такие биотийцы, я не буду рассказывать. Вот так вообще первопроходцев принимают в науке. Вот Астроградский, вот, в адрес Лобачевского, значит, кто-то писал такие вещи, точнее, вот, так вот сначала отнесся, он написал немножко другое, там, можно уточнить вот по этому адресу, что же он, как же там все это происходило. Вот. И вообще, а ученые знают вот такую вещь, что, значит, что на самом деле вот такое происходит. Вот, значит, с Владимиром я общался, он так сказал, высказал такую идею, что своим, значит, ученикам даже не советую заниматься чем-нибудь таким вот глобальным. Вы понимаете, это глобальное. Потому что люди портят себе карьеру, все, понимаете. И вот, значит, он сам сказал, боюсь, крика биотийцев, это сказал Гаусс, математик, в 29-м году, в 829-м году, боюсь крика биотийцев. Значит, если я опубликую свое воззрение на этот счет, в переводе на современный язык, вот, абсолютно адекватная фраза, боюсь, что идиоты заклюют и затопчут, если я опубликую основу подхода к сознанию теории относительности. Вот, не больше, не меньше. Вот он сказал, боюсь крика биотийцев, если я опубликую, значит, подход к созданию теории относительности. Вот так вот все на самом деле и происходит. Но это тоже в рамках критики, точнее, исследования заблуждений. Вот, но опасность в том, что застой науки ведет к краху. Вот, рухнувшая система социализма, она рухнула. Почему там был застой? Вот представьте, Гайдар, значит, был главным журналом, заведовал главным редактором журнала «Коммунист» Егор Гайдар. Вот его взяли и поставили первым строителем капитализма, министром капиталистом, первым он строил. Значит, о чем это говорит? Вот вы можете представить, чтобы Эйнштейн вдруг в конце жизни, там, 51-52 год, взял и сказал, «Да нет, теория относительности – это лажа, давайте опять вернусь к эфирной теории». Да нет, не мог. То есть, значит, а кто такой Гайдар, как, значит, редактор коммунистического? Это рупор научного, значит, мнения, исследования. Представьте, если он стал строить капитализм, то это означает, что вообще не было никакого научного идеи дальше развития коммунизма. Она рухнула. Вот результат. К чему ведет этот застой? Идея не застой. Почему вот такая, вот что должно было быть по, значит, по логике вещей? Ну, лет 60-70 создали там атомную бомбу, атомный реактор, да, создали. По идее, сейчас должен быть какой-нибудь кварковая бомба, по идее, 50 лет уже. Нет у него, нет термоядерного реактора, нет у него. А он должен, по идее, быть. Поэтому вот нет, нет даже расследований фундаментальных идей. Вот что современный, значит, термоядерный реактор, к чему он подошел, вот этот термоядерный реактор? Значит, образовались неустойчивости, которые неизвестно, как математизм, неизвестно, как моделировать. И люди сказали, да нет, мы не будем ничего там изобретать, строить. Мы просто возьмем большой такой, целый дом, построим реактор. Вот там пока будет развиваться эта неустойчивость, он там среагирует. То есть не понимаю. А, значит, почему тормозится создание такого большого? По всем расчетам, для потребления энергии человеком нужно столько этих термоядерных реакторов настроить, сколько не хватает просто железа, там, меди, цветных и благоценных металлов. Нету такое количество энергии. А как будут люди там дальше развиваться? Я не знаю. И вот поэтому такое режиме, то есть, что будущее науки, теории с изменением скорости света, что, значит, для математики нужно философию, значит, менять, и подход аксиоматический, и переосмысление требуют. А мировая наука находится в методологическом кризисе большом. И не собирается, кстати, сказать. Потому что, наверное, хорошо живут, например, очень хорошо живут в такие направления. Это может привести к общему кризису цивилизации. То есть, если, вы понимаете, уже к концу 21 века нужно энергии не только для того, чтобы, значит, развиваться, а для того, чтобы, значит, утилизировать даже тепло. То есть, нужно холодильники строить, которые охлаждают атмосферу саму и грязь потребляют, значит, перерабатывают. А тут даже не видно, как термодельные реакторы нельзя создать, не хватит ресурсов. Наука не отвечает, современная вот такая вот артилекционная наука не отвечает, требуем человеку, что найти пути развития и пути выхода из этого кризиса. Значит, ну, не знаю, как это делать. Нужно объяснять, что финансирование науки нужно останавливать, что альтернативу нужно тоже финансировать, нужно альтернативный проект, что это все, значит, делать. Ну, в основном, основную мысль, значит, я выразил, высказал, что вот таким путем нужно строить будущее науки, что вот такой путь теории с изменяющейся скоростью света – это, значит, это перспектива, и что ей нужно особое внимание. Так что, и спасибо всем вам за внимание. Все, я, наверное, уже закончил. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Это мне академик Морозов сказал, что теоретической физикой заниматься невыгодно. Да. И по поводу математики, я тоже говорю, я по образованию математик, поэтому, не знаю, ну, ладно, я не буду по этому поводу свои мысли высказывать. Ну, я просто анализировал заблуждение и анализировал тенденцию современной теоретической физики. Ну, а математики? Математика – красивая наука, а что сделаешь? Да, я ее тоже очень люблю. Хорошо, если у кого-нибудь есть вопросы, вы не стесняйтесь, сами себе звук включайте и можете что-нибудь говорить. Скажите, пожалуйста, вот я хотел бы узнать, определение метра, вот вы пишете, что скорость света измеряется метр в секунду, вот скажите, пожалуйста, определение метра. Метр? Определение расстояния. Ну, вот скажите мне, чему равен один метр? Ну, так есть определение, чему равен один метр. Вот расскажите. Какое-то количество пройденного расстояния света за какое-то время, вот это и есть метр. Не за какое-то время, а за одну трехсот миллионную долю секунды. То есть при любой скорости движения сигнала свет проходит 300 миллионов метров. То есть вы не можете изменить скорость света, понимаете, в чем дело? По-любому. Почему я не могу изменить? Так это потому что, потому что есть определение метра. У вас может метр измениться, а скорость света измениться не может. Определение метра создано человеком для своих целей. Ну, создайте другое определение метра. Создайте другое. Зачем же вы его меняете? Да, я его сконструировал. Он сконструируется. Сейчас, я так понимаю, спор идет по поводу терминологии, но, по-моему, суть ясна. Нет, это же не по поводу терминологии. Хорошо, скорость света, это значит, вернее, скорость, это расстояние за время. Скорость света это какое-то расстояние за какое-то время. Правильно. Расстояние определяется в еклидовой геометрии, понимаете, в чем дело, с помощью света. Расстояние определяет расстояние с помощью света, а потом измеряет скорость света. Скажем так, это с какого года начали расстояние? С какого? Метр начали измерять, как это? Единица, сейчас. Промежуток времени равный 1, 2, 9, 9, 7, 2, 4, 5, 8 секунд. Ну, это, если не ошибаюсь, это в середине прошлого века. До этого было немножко по-другому. Было по-другому, поэтому и не учитывали это. Одна 40-миллионная часть парижского меридиана. Так что это, ну, я думаю, докладчик-то говорил не про... Имел в виду скорость света. Вот его я про скорость света и говорю. Да, имеется в виду, я так понимаю. Да, имею в виду скорость света установить в первичном понятии максиматически. А, значит, уже пространство и время как? Ну, так установил, вот я говорю, вот скорость света. Хорошо, как метр измеряется. Метр, он метр, измеряется метр. Возьмите линейку, измерите метр. Ну, какие проблемы? Линейка тоже там внутри кризатамов. И между ними там есть взаимодействие. И та же скорость света там задействована. Вы там ничего не измените. Ну, как? Надо вводить, хотите рассмотреть, одностороннюю скорость света и двухстороннюю скорость света по способу измерения. Двустороннюю скорость она уделяется. Значит, то формулировки метра вы делаете. Когда у вас есть полигон, коробочка, да, которую вы называете, не знаю, как-то абстракцией, что вы можете положить все, что хотите. Вот. А рядом положите другую вещь. И вот, значит, рядом вы, значит, и расстояние от одной вещи до другой вы замерили, правильно? Как? Вот. Но для того, чтобы у вас замерить расстояние, нужна коробочка. Коробочка надо у вас. Нет, это расстояние. У вас нужно пространство заранее задать каким-то образом. То есть, прежде чем вы определите метр, вы задаете абстрактное пространство. Каким образом вы задаете? Оно есть. Оно абстракция. Или если теория поля, допустим, что такое поле числа? Вот числа, которые куда-то в коробочку опять наложены. А как сконструировать эту коробочку? Вопрос. Вот вы не конструируете коробочку. Она у вас существует. Это у вас первичное понятие. А у меня первичное понятие скорость света. Ну, а я ее, ну, можно называть как гравитационный потенциал какого-то объекта. Так. Как называют? Вселенная. Вот назвал, вот есть, есть характеристика Вселенной, качество Вселенной. Определите метр. Все. Мы его не понимаем, как скорость света. Не надо коробочку. Метр определить. Это у вас есть коробочка. Вы ее определяете заранее. Определите метр. Нет коробочек нету. У меня есть, значит, скорость света, как, значит, некая характеристика объекта. Вот определите метр. Хорошо, давайте, если я вам так скажу, возьмем 18 век, длина маятника с полупериодовым качанием на широте 45 градусов, равном одной секунде. Почти метр, там с небольшими погрешностями. Вот определил, и тут даже никуда скорость света не входит. Вот это старое определение метра. Вы же понимаете, что те определения, они не подходят сейчас. Они не подходят. Почему они не подходят? Не, ну смотрите, тут через обратно. Сначала определили скорость метра через стандартный эталон, который по 60-й год лежал. А потом метр начали определять уже через скорость света. Это просто, чтобы не очень менять метрические все линейки, взяли и подогнали. Там же можно было просто взять ровно 300 миллионов, 1-300 миллионов, правильно, а не 299 и так далее. Можно было. Ну вот можно было. Просто не стали это делать, взяли и подогнали точно под тот метр, который был раньше. А на самом деле же понятно, что там не точные измерения. Скажем так, фундаментальности никакой нет в том, что мы берем метр, сантиметр или километр. Это чисто наше. Я говорю, для чего определить? Для чего определить? Для измерения скорости света. Надо скорость света измерять как-то. Вот определите метр, пожалуйста. А почему обязательно метр? Ну километр можете определить. А если я в какую-нибудь другую величину возьму? Хорошо, любую другую величину, как вы определите? Будет другая, да. И вопрос. Хорошо, я определил каким-то образом. А что? В чем суть? Какой вопрос? В чем проблема? А как надо было определить? То есть я хотел бы услышать. Я не каждый день придумываю, как. А вот надо придумать. Потому что не придумать. Потому что не придумать. Вот и определили через скорость света. Вы хотите, чтобы я скорость света определил через метр, да? То есть я взял, поставил метр первую величину, а потом скорость света уже сказал, что отношение метра к секунде. Ну, то есть что? А я говорю, что я не хочу брать метр в качестве аэкалона. Я взял, значит, скорость света. Вот. И сконструировал пространство. Вот. Вот ваш метр здесь. Вот ваш метр здесь. Мы делим скорость какую-то в квадрате. Делим на ускорение. И получаем ваш метр. Вот определение метра. Можно мне мешать? Это Владимир Савод. Как вы определите? Это Владимир Савод. На самом деле, скорость света не определяется ни через метр, ни через секунду. А метр и секунда определяются через скорость света. И гравицидованное, постоянное определяется через метр и через секунду, то есть через скорость света. Поэтому то, что вы говорили, ну это очевидно. Это абсолютно очевидные вещи. Это просто они определяются через скорость света. Ну хорошо, как вы через скорость света определите метр? А вот именно. А через секунду? Через секунду. Ну вот, пожалуйста. Вот поэтому это взаимоотвязанные вещи. Это абсолютно взаимоотвязанные вещи. Ну вот скажите, как вы определите? А потом измерьте скорость света. А никак. Не так. В том-то и дело, что никак не определить. Так если она меняется... Сейчас я попробую видео включить. Подождите. Если меняется по-вашему скорость света, значит в одном месте метр один, а в другом месте другой. Согласны? Именно это изучают. Да, именно, именно да. Еще хуже. Дело в том, что вот, например, сейчас изучают... Вот американцы даже... Что это... Ну, американский проект, как называемая лаборатория, поэтому... Ну, как вот... По динозавру. Динозавры... Вы уходите от ответа. Вы уходите от... Ну, это... Определительный метр. Вячеслав, вы меня сейчас слышите? Я вам метр не могу определить. Вячеслав, этот вопрос имеет отношение к вашему досладу принципиальный? А то, я понимаю, мы сейчас можем... Я понимаю просто, к чему идет речь. У вас это важный вопрос в построении ваших теорий. Опять же, если он не важный вопрос в построении теорий докладчика... Опять же, я говорю, скорость света, тогда пусть является функцией от чего-то. От чего? Согласен. Да. Опять же, я сейчас говорю... Если это сейчас докладчику... По его теме нет ничего, на самом деле. Ну, нет темы. Если нет, тогда все равно мы не будем обсуждать то, что не имеет отношения к докладу. Потом, ради бога, обсудим в куларах, так называемых. Ну, тема нет. Если это не имеет отношения, давайте просто не будем. Пусть я ни в коем случае не говорю, что это не важный вопрос. Насчет часа, десятка, у меня есть вопрос. Есть. Хорошо. Что он имеет в виду под математизмом? Вячеслав, секундочку. Вот здесь вот исправление первое. Он мне написал такая вещь, а вот, что написал Эйнштейн. Вот. Это инвариантность является математическим выражением постоянности скорости света. Что такое математизм? Вот здесь. Вот Эйнштейн вот этой фразы, он эфир просто выкинул. Взял и выкинул куда-то. Он сказал, значит, не надо, ребята, ничего. Вот здесь система отсчета, и все, и до свидания. Система отсчета у нас. Хорошо, хорошо, я понял. Я понял. Так, Эйнштейн в 2020 году полностью похерил свою специальную теорию относительности, написав статью эфиры и теории относительности. А математизм... Без математики физика невозможна. Извините. Если вы не знаете математики, а о какой там физике может идти речь? Так, хорошо. Значит, еще раз понимаю ваш вопрос. Без математики не может быть физики. Но я указываю в этом своем докладе, что всякая математика стоит двумя ногами на определенного рода философии. И она является не просто служанкой этой философии, она является рабыней этой философии. Она однозначно докажет все, что эта философия, значит, ей говорит и отвергнет то, что она не говорит. То есть у нас есть фундамент, мы построили дом. На этом доме. И все. Если мы проведем этот же математикой, будем считать то, что там вне дома, это здание все рухнет. Для того, чтобы создать какую-то другую теорию, нужно выйти за рамки философии прежде всего. И, значит, создать новую систему аксиоматики на новом фундаменте. Тогда получится дальше строительство будет математических принципов. Расчеты будут другие. Математика будет другая. Но это, значит, такая вещь, которую пытаются затереть и забавить. Сейчас такое повальное отношение, что математика главная. Что математика скажет, то остальное все ерунда. Остальное, да, даже вот квантовая теория, мы... По сути дела, интерпретация квантовой теории побеждает так называемая никакая интерпретация, которая говорит вычисляй и ни о чем не думай. Вычисляй. Не надо нам искать физических смыслов, почему существуют кванты. Не надо искать. Вычисляй все, математика все это всем владеет. Ну а математика, вот по моему разумению, ну что такое? Математика вообще не доказывается. Не доказываема наукой. Она выводится из этих теорем. Значит, точнее, теоремы доказываются, выводится из аксиом, из общепонятных, таких принятых и очевидных истин. Так вот, очевидная истина, это не что иное, как философское воззрение на реальность. Вот очевидная истина, я говорю, что верх-низ синетрия. Мы строим математику такого типа, которая указывает, что все падает вниз. Ступили за математику, а? Еще раз, мы вас не слышали, Валерий. А? Егор, вы вроде математик. Ступили за математику? Давайте я это сделаю. Давайте. Значит, математика, понимание даже физиков, мы будем чертать Терегудовым физикам. Значит, математика в представлении физиков и, тем более, не физиков, значит, это некий набор правил для каких-то учислений. На самом деле, в играх математик должно знать, что математика, прежде всего, учит искусство доказательств. Она может исходить из любых, отчего. И, в общем-то, главное, это, в общем-то, искусство, главное, это доказательство. Открыть любой математический журнал, значит, там нет никаких вычислений. Математики редко вычисляют. Если математик вычисляет, то он уже не математик. Он прикладной математикой. Вы согласны? Да, я как раз прикладной математикой. Вот неважно. В общем-то, это тоже просто просто интересная наука, значит, но чисто математикой именно, в общем-то, никогда не занималась этим. Значит, мне кажется, что я его не сильно считал, что Арнольд, он как раз пропагандировал, очень много сделал для пропаганды математики. К сожалению, безрезультатно все оказалось. Как бы результатов мы видим все хуже и хуже, значит, уровень подготовки школьников, в первую очередь, он не соответствует, наверное, требованиям первого курса. И, насколько я слышал, даже физтехи переучивают, доучивают народ, значит. И, в общем-то, в принципе, то, чем пытается нас агитировать Вячеслав, значит, за что он агитирует, в принципе, он, в общем-то, предлагает заниматься математикой, на самом деле. Ну, как бы, отрицает математику, предлагает заниматься математикой. То есть, вводит некую систему аксион, значит, и говорит, что вот математики, давайте этим заниматься. В общем-то, как бы, математика вообще лежит вне всякой философии, и тут, в общем-то, совершенно, как бы, подход неправильный. Я так думаю. Ну, и опыт об этом говорит, что, в общем-то, большинство физиков-любителей как раз вот слабы в этом, что увидев, значит, открыв некий, значит, ущербник, значит, они начинают, испугавшись красивых формул, что-то, чего-то непонятного. Это, кстати, совершенно нормально, значит. Подведи там, ну, любого человека к незнакомому устройству, он его испугается, значит. Хотя, может быть, через пять минут он будет работать на нем, как новенький. Вот. Ну, так что, вот, хотелось бы, чтобы, ну, поставить на свои места все. Я давно это пропагандирую, значит. А, собственно, по докладу тут, в общем, была какая-то такая странная дискуссия по параметру секунду и, значит, скорость света, значит, тут это, в общем-то, странно, поскольку, в общем-то, не важно, какой мы возьмем эталон, значит, можно просто советую всем независимо почитать Эйнштейна. Они, значит, он определяет скорость света как с помощью часов и линеек, значит. Он пользуется, значит, набором линеек, неважно, в чем или в дюймах там, в чем измеряются эти часы, и природа часов, неважно, значит. И, в общем-то, в конечном счете, значит, все сводится к принципу относительности, в общем. Где бы мы ни взяли вот набор этих талонов, и в каком бы месте мы их не мерили, и когда бы мы их не мерили, значит, мы всегда будем измерять, измерять одну и ту же скорость света с тем-то набором часов и линейек. То есть скорость света меняется, и секунда меняется, и очень многое меняется, значит, в общей теории относительности, на самом деле, значит. Это известно. Но это с точки зрения главного наблюдателя. Если я с Земли наблюдаю там за скоростью света на Солнце, то я вижу, что там, значит, что-то не так со временем, и время сейчас там по-другому. Если мы возьмем линейку, если бы мы могли померить линейку, то мы тоже увидели, что что-то не так. То есть мы взяли бы эталон килограмма, значит, то на Солнце его масса была бы тоже другая, отличная от Земли. То есть, в общем-то, но с точки зрения локального наблюдателя, жителей Солнца, все будет то же самое. Скорость света будет то же самое, и килограмм, и вся система единиц будет не трон. В этом суть принципа относительности. И, в общем-то, неясно, что там докладчик именно про него говорил. Он много говорил разного, но как-то вот непонятно, что он хочет делать. Он отвергает принцип относительности, или он все-таки... Ну, в общем, непонятно. За большевиков он, за коммунистов. Я так вот думаю, что я Вечеслава знаю где-то лет семь, наверное. Так Вечеслава? Или около того? Нет, со времен мембраны. Это было где-то... Ну, Валерий, я бы сделал такое замечание. Вы не хотите ничего знать и слушать. Меня забанили, и все. Вот что у вас все. Вашего любимого Попова ругал якобы. А я не ругал никого. Я, между прочим, четко сказал, что это... Поиск заблуждений. И, значит, я же не могу сказать, что вот такой хороший. Он заблуждается. Да, вот его... Есть мотивы заблуждения. Вы заблуждаетесь. Я за все. Это общее правило. Вы взяли и хлебнули не того. А правило только в том, кто больше заблуждается. Ну, с точки зрения, сказать, ортодокса, заблуждаются вот любители, скажем так. Заблуждается больше, кстати, тот, кто больше уверен в себе. Больше уверен в себе знать. Значит, я от вас не слышал никогда. Ну, и от многих других участников, включая, значит, без исключения, никогда не слышал, я этого не понимаю, я этого не знаю, я в этом не уверен. Все все знают. А бывает часто на семинарах Генбурга, его, он постоянно, ну, по крайней мере, 10-20 раз он говорил, я этого не понимаю и задавал вопросы. Я этого не знаю. Это тоже нормально. Так, можно? У меня какие-то проблемы со связью. я не знаю, что такое. Это Владимир Саводов. Да, это я у вас отключаю. Это я у вас отключаю звук, и ты что, эхо ужасно. Я хотел ответить, но у меня какие-то проблемы. У нас интернет в Казахстане такой. Ну, хорошо, хорошо. А по поводу линейки я бы хотел сказать. Сейчас, с точки зрения современной науки, это безграмотный подход измерять линейками. И поскольку измерить линейками ничего нельзя, этот способ был отвергнут. Не надо управлять инстыни, который жил там тысячу лет назад. А я вам скажу следующее. Следующее. Никаких линейок не надо. Вы видите тогда определение метра. Определение метра, оно элементарно. Вот, давай. Послушаем. Определение метра основано на скорости света. Вы берете любое расстояние. Стабильное расстояние. Стабильное. Где оно стабильное-то? Господи, в чем оно стабильное? Ну да, а оно нестабильно вообще. Так, Вячеслав, давайте так, задают вопрос, если вы считаете, что он по теме, вы начинаете сейчас всех отключил, кроме вас, вы начинаете на него отвечать. Прометтор, опять же, если вы считаете, что он имеет непосредственное отношение, вы можете про него говорить, считаете, что не имеет отношения, все, мы эту тему закрываем. Нет, ну, оно не имеет отношения, потому что я ввожу систему под другого, конструирование метра расстояния, а определения тут, они как бы излишни. А вот Морозову, похоже, ушел временно, я бы ответил, что именно не согласен в том, что он говорит, что математика, она как бы и не зависит от философии. То есть, если что такое аксиоматика, задать аксиомы, значит, мы задаем аксиомы, базируясь на каких-то, ну, понятных, вот очевидном истинных. Ну, очевидная истина, это наше субъективное мнение о чем-то, или субъективное мнение многих людей, это не важно. Но суть в том, что все это субъективное мнение, это чисто философия. Значит, аксиоматика любой математики четко стоит на какой-то определенной философии. Значит, а раз это она как бы настройка уже, то оно будет, она будет обслуживать только эту философскую линию. Вот такая вещь. А он говорит, нет, математика никак не зависит. Значит, какие причины по-другому мыслить? Аксиомы есть, есть. А не на очевидном очевидном. Очевидное, что это? Наше восприятие. Значит, это философия. Философия диктования, существует математики то или иное. Она хорошо говорит. Вячеслав, Вячеслав, вы меня слышите? Да, совершенно. Я понял, что Егору ему уже надоело. Я вам напишу. Только вы откройте этот секретный сайт. Я очень боюсь открывать. Я же юзер, я не продвинутый. Я обоих, у вас все засекретировано. Кройте его сайт. Чтобы я просмотрел, я вам напишу. Договорились? Договорились. Все хорошо. Хорошо. Вячеслав, а тогда что мешает, если... что-то мое эхо... а тогда что мешает основе на каких-то своих мировоззренческих принципах построить другую математику в таком? Если вот так, если в этом проблема какая-то? Ну, так вот, понимаете, вот да, как тут и происходит. Значит, задание аксиоматики, то есть я не стою на месте, а пытаюсь это сделать, да, вот это вот правило заблуждения, на чем это основано, какой анализ, как это все выглядит, вот, но то, что вот конструирование, то, что вот называю, значит, близкие темы, то есть вот теория физических структур Кулакова, да, вот эта тема вот очень близка как раз вот к этому способу, он, на мой взгляд, немножко-немножко не дошел, вот, и философская линия конструктивизма, но тоже чуть-чуть можно зацепить, вот я не знаю, сразу не найти тот слайд, как бы, чтобы исчелкнуть, ну, ладно, ну, в общем, вот такие две вещи, и я пытаюсь, значит, строить, то есть рассчитывать уже конкретно, но, понимаете, любая, любая, значит, любая философия, она не сразу рождается, то есть и Лобачевский строил свою книгу, издавал, значит, как сумбурно, не мог понять, нужно многие были поколения, чтобы домысливать, да, вот, значит, и все новые знания, они появляются очень сумбурно, они очень похожи на, значит, ну, вот такой вот анализ проводил, что такое, значит, вот здесь кулако Владимиров, значит, анализ проводил, что же я должен вообще искать, значит, нужно сформулировать, значит, общее понятие тривиальные мысли, значит, обычные мысли или вот современная наука, нужно сформулировать понятие глупости, вот, и нужно сформулировать понятие гениальные вещи, вот я должен найти гениальные вещи, по сути дела, но они почему-то очень похожи на глупости, я должен посмотреть, почему это так происходит, оказывается, все, что изучено, все вот это вот тривиально, все это нормально, все это хорошо, То, что глупо, обладает свойством неполноты, то есть где-то вырезается какая-то, по какой-то причине вырезается из тривиальности какая-то вещь, отрывается, и вот это глупая идея, она неполная. Так оказывается, вот гениальная вещь, то есть то, что будет в будущем, это тоже похоже на глупую какую-то вещь, но в том плане, что она не обладает полнотой. Просто по причине того, что в тривиальных исследованиях нет еще того, что надо. И вот, как вы говорите, что мешает создать, так вот и мешает создать вот некоторые вещи неисследованные, то есть то, что вот нет вообще, в теории это и вообще нет никаких исследований. Я вот пытаюсь пробить идею эксперимента, да, я даже вот, понимаете, вот в 2011 году, значит, я был на конференции гравитационной. Так вот, с июня месяца я пытаюсь опубликовать, значит, по материалам этой конференции идею проведения эксперимента по измерению скорости света, что с нужной точностью. И вот, представляете, значит, полтора года, полтора года, вот играем в футбол, значит, очень долго там первый этот рецензент затянул, наверное, месяца 8, потом никакую там вещь не опубликовал, рецензию, которую я сам у начальных, потом другой теперь рецензент, значит, отслал, переработал этот вариант. Я понимаю, я думаю, все с этой ситуацией знакомы более-менее, но все равно, то тогда вопрос, а зачем кому-то проводить вот этот эксперимент? Вот, например, есть там знание, так его назовем, и оно устраивает, предположим, большинство, а оно проверено, предположим, многими экспериментами или какими-то заключениями. Вопрос, вы предлагаете провести эксперимент, дабы доказать или как-то опровергнуть что-то существующее, или доказать свои права, но вопрос, зачем его кому-то проводить? Вот такой вот вопрос. Ну, значит, необходимо проводить, потому что явно вижу, что наука сейчас вот в тупике, вот смотрите, опасность ситуации, даже не зря вот это вот, что застой вообще ведет к краху, на примере социализма. Не было, вот было бы сформулировано, как Ленин, коммунизм это там советская власть плюс электрификация, и все работали, вся страна работала. Было бы сформулировано такое правило, вот Гайда, там, когда был редактором, что коммунизм это яблони на Марсе, и все бы там на Марсе... Для кого совсем, по-моему? Вот, нет, так не суть, не суть. Так вот, не было никакой идеи развития коммунизма, все только занимались. То, что он стал строителем капитализма первым, это означает то, что вообще никаких не было идей, совершенно. Ну, хорошо, но опять же, смотрите, есть 100 человек, условно там, не знаю, ну пусть ученые. Один человек считает, что надо вот это вот провести, и тогда мы избежим краха от нашей цивилизации. А остальные 99 так не считают. И вот вопрос, вот зачем эти 99 человек будут ставить эксперимент, даже если они считают, что это не надо? Нет, так не все ж такие люди, я говорю, что нет... Я могу на этот эксперимент сказать. Вячеслав, можно? Ну, пожалуйста. Значит, я тут, кстати, совершенно не подумал про вас, значит, конечно, я должен был первому, буквально несколько дней назад, листая какие-то классические книжки, чуть ли не Толмена, которые, значит, наверное, самую первую книгу опубликовал по общей теории относительности, значит, вот, ну, ограниченных количествах нет, значит, встречал как раз, по данным наблюдения, вывод был сделан, я не обратил внимания, не запомнил какая-то книга, значит, но я могу перечислить возможные книги, значит, может, сами поищите, значит, и оценка не изменения скорости света, как раз вот по поводу эксперимента, я вас тоже пытался убедить, что, в общем-то, обычные интервьюционные эксперименты дают такую, какую-то оценку, значит, легко, в общем-то, но, в общем-то, есть какой-то наблюдательный, значит, то ли это планетная система, то ли какие-то звездные системы, я совершенно не помню, значит, ну, оценка была какая-то такая есть, свежая, а может быть, даже, кстати, я это видел в обзоре за 1912 год о достижениях астрофизики у Сергея Попова, он был в этом опубликованную статье, в Троицкий вариант науки, вы такое знаете, значит, возможно, это Толмин, возможно, это, что у меня тут... Ну, ближе к делу-то или к телу-то? Ну, вот, есть такая публикация, но, к сожалению, не могу назвать точно, значит, где-то я его буквально на несколько дней видел. У вас есть, у вас есть публикация какая-то, да? Не можете точно понять. Нет, я видел, публикация, она у меня есть. Ну, послушайте, послушайте, вот... Нет, это кто-то можете сказать. Давайте так, так самое, вы незапонятно у меня на форуме-то? Давай, давайте я немножко отвечу на этот вопрос, что, говорите, там у вас подтверждено, что скорость света не меняется, ладно. Так вот, значит, не помню где, либо в Институте Лебедева, не знаю, в прошлом году или позапрошлом году статья в науке жизни была человека, вот, не помню, академик или кто, значит, испытывают, значит, испытывают они изменение скорости, изменяется ли скорость света, я не знаю. В общем, установка, я написал ему письмо, он ответил, что, значит, такие характеристики, которые я, значит, предлагал исследовать, недостижимы. Специалист ответил мне, недостижимы у нас. Нет, речь не шла об установке, я вам точно говорю. Нет, послушайте, вы не перебивайте, послушайте. Вот здесь, видите, волновая функция. Вот, если изменяется скорость света и сохраняется принцип, который Лоренцин вариантный, да, то существует вот такое поведение частиц. Существует, оно должно так существовать, комбинация, предельная скорость света и, значит, вот это, вот это, именно существует такая вещь. Почему? Потому что скорость света, получается, превысить нельзя, Лоренцин вариант показывает, что это только предел и только предел, а не постоянно. Вот, раз превысить нельзя. Ну, я, как бы, пошли по кругу, извините, Вячеслав. Значит, все это слышали, как бы, что вы хотите сказать, что... Я хочу сказать, что это, вот, каких-то результатов... ...смысл квантовой теории, значит, физический смысл квантовой теории, который подтверждает, что скорость света меняется. Что бы вы там не твердили, какие бы у вас там ускорители. Мне Сажин говорил в лицо, значит, этот Лайга должен засвистеть вообще от твоей вот этой изменения скорости света. Ничего он не должен засвистеть 2 см в секунду за год. Какой порядок? Вы, как бы, от эксперимента перешли к своим, значит, как бы... ...лозунгами, можно сказать. ...лозунгами, я сказал. А проблемы создаете, вот, вы вместе с попом, берете меня, обойните, не говорите, не даете слова. Ладно, так-так, это хорошо, кто кого обойтет. Вот вы приходите ко мне на форум и, пожалуйста, будем общаться. В смысле, я найду вам, ну, вы как-то, вот, уже на протяжении семи лет, как бы, говорите о неком эксперименте, а сущность этого эксперимента, ни в вашем докладе, ни ранее, я так и не видел. А, я жду статьи из журнала. Я тут рассказываю, что полтора года уже футболит меня со статьей, где написание, где правка, здесь он не изложен, конкретная схема, у меня настоящая, пожалуйста. Какой-то совет такой, ну, вы не в Москве, я забыл, ну, неважно. Значит, ну, вы, в принципе, можете приехать в Москву ради этого. Поговорите с Рухадзе, он человек такой слегка альтернативный, значит, и даже не очень слегка, но, например, в соответственный момент он, значит, общался, обнимался, как бы, и, может, он вас сам возьмет на этот самый, на семинар. Сделайте сообщение. Рухадзе. Так, а вопросик можно? Так, хорошо, мы уже, по-моему, организационные моменты начали решать. Я думаю, проблем нет друг с другом связаться. Вопросик. Вопросик, вот, вы, например, в курсе, что в преобразованиях Лоренса стоит вовсе не физическая скорость света, это просто константа математическая, и она условно принята временно за скорость света. На самом деле, любое превышение может быть, тогда просто будет стоять другая там частица, например. Ну да, это некоторые тонкости, ну да, они существуют. Но принципиальный вопрос я рассматриваю. Ну, принципиально, вы говорите, не может... Лоренценвариантность, это... А принципиальный вопрос так, Лоренценвариантность понимать, как постоянность скорость света, или как только предельный ее характер. Вот я показываю, что, понимая, как предельный характер, очень легко получается физический смысл квантовой теории. Вот он. Где зарыт, физический смысл скольного, никто не мог осознать. Почему? А потому что скорость света, говорят, не меняется. И все. Они сами отскакивали от этой идеи. Сами. Сами. Гайнсберг. Я вам объясню еще раз. Скорость света, во-первых, выводится, что постоянно. Во-вторых, она в формулах не стоит. Понимаете, в чем дело? Вообще не стоит. Стоит просто константа, которая называется скорость света. Ну, это, эти тонкости, эти тонкости, они, значит, как бы прикладные тонкости. А главные принципиальные тонкости. Основные тонкости-то. Тонкости математики. А тонкости математики стоят на философии. Какую философию вы принимаете, так вы и считать будете. Так вы выводы делаете из формул математических, которые не имеют отношения к скорости света никакого. Какие формулы? Я не понимаю. Я делаю вывод и сморозный вариант. Это немножко другая вещь. Это немножко другая вещь, значит... Как это другая? Мы немножко о разном говорим. Как другая? Мы немножко о разных вещах. Скорость, которая не имеет скорость света. А вы делаете выводы про скорость света? Скорость передачи взаимодействия вообще-то. Она понимается, как скорость. И я говорю, включи, как скорость передачи взаимодействия. Нет, скорость. Скорость фотона лентят в два раза быстрее. Скорость передачи взаимодействия. Ну да. Скорость передачи взаимодействий. Почему взаимодействия? Вот нейтрено было бы быстрее скорость света, стояла бы скорость нейтрено. И никакой к скорости света не имело бы отношения. Сейчас просто скорость света максимальная. Не, вы пытаетесь запутаться. Я не пытаюсь запутаться. Я думаю, что... Я не пытаюсь запутаться. Это так. Так выводится. Так выводится. Ну, выводится. Я вывожу, значит, из скорости света предельный ее характер. Но я по-другому поступаю. На другой, значит, на другой аксиоматике. Значит, это не математический. Это не точный вывод. А точный вывод идет математический. Не метрический. Там скорость света физическая. Точный вывод. Ничего подобного я хочу сказать, указать, еще раз повторить, что любая математика строго докажет то, что вы подразумеваете под философию. Ваш философский фундамент. Скажете, что плоская земля. Вы будете вычислять, что спутник нельзя расположить. Вот где-нибудь телекоммуникационный спутник нельзя поставить. Потому что плоская земля. И, между прочим, строгий расчет и строгое доказательство. Тоже где-то я указывал. А, да, в этом своих копаний по методологическим заблуждениям. Такой вариант приложил. Что действительно, да. Такое вот происходит. Будете считать, что земля плоская? И отвергните идею расположения спутника для передачи телевизионного... Там вывод на уровне теоремы Пифагора. И строго математики докажут. Понимаете, в чем дело? Это в геометрии. Она чуть ли не школьная. Там вывод на уровне теоремы Пифагора. Понимаете? Если вы его не знаете, так это просто не значит, что там его нет. Вот откройте вы геометрию высшую Ефимова, например. Там полностью все расписано. Несколько строчек. Хорошо, ладно, договорились. Я открою геометрию и несколько строчек изучу. У вас все? Да. Хорошо, спасибо. Хотя, по-моему, вполне себе хорошее было замечание. Еще кто-нибудь? Я бы сказал вопрос задать, но не очень на вопросы все смахивает. Еще кто-нибудь иметь слово хочет? Похоже, не очень. Ну вот, почти ровно два часа. Даже два часа уложили. Замечательно. Я хочу сказать слово. Не уложились. Да, Александр? Тут говорится о свете и о свете, но не говорится о структуре фотона. А структура фотона, по моей модели, это взаимно перпендикулярные плоскости электростатического и магнитного полей. И в соответствующих плоскостях движутся потоки частиц квантов электростатического поля, их называемая электрина, и квантов магнитного поля магнитона. Достигая горизонта событий первого порядка, электрина модулирует, возбуждает в вакууме, в материи вакуума, антиэлектрины, которые летят, соответственно, перпендикулярно попутно тому вектору, по которому двигалась электрина. Я тогда быстренько секунду вопрос задам. Это на самом деле сейчас к докладу будет иметь отношение? Это к докладу о том, что скорость света не является предельной востребованной. Хорошо. Поскольку в своем векторе движения электрина и магнитоны движутся под углом 45 градусов к вектору движения потона, они имеют собственную скорость движения, в своем векторе движения, в поле квадрата и в двух раз быстрее скорость потона в его векторе движения. Вот такая простая геометрическая пифагоровская задачка. Это изложено в моих последних работах в интернете, которые я встал здесь в чате, ссылки на эти работы. Печатные бумажные издания научные. Спасибо. Похоже было на рекламу. Хорошо. Все верно. Все верно, да. Значит скорость света на самом деле, скорость передачи этого взаимодействия. Соответственно, можно измерять, и я в своих работах тоже дал, что можно измерять более точно расстояние до ТСИИ, до галактики и так далее, используя разницу диссипации скорости фотонов и скорости электрина и магнитонов, которые, соответственно, магнитон и электрина быстрее летят на соответствующую скорость квадратной. Хорошо. Понятно, понятно, да. Значит, скорость передачи взаимодействия, то есть скорость вот этого света, она действительно меняется от точки к точке, и она разная во Вселенной и в разных местах. Например, даже вот, значит, около Солнца скорость света будет меньше, чем около Земли. Например, уже на орбите Меркурия там на 20, по-моему, километров или на 15 километров в секунду меньше. Но здесь я не могу спорить, я это не рассмотрю в своих моделях. Есть скорость преобразования внутри, вот внутри, значит, элементарных частиц, там скорость света тоже, она различна. Вообще, такой постоянной вещи, как скорость света, ее нет. В моей модели фотона, соответственно, внутри нуклонов, то есть нуклонная плотность материи, тот же нейтрон, протон, в них фотоны, соответственно, движутся во много раз медленнее, поскольку плотность материи большая. И там, соответственно, длина волны этих самых фотонов, которые уже становятся не фотонами, а блеонами внутри нуклонов, соответственно, длина волны значительно короче. Они не могут вылезти из нуклонов, поскольку происходит полное внутреннее отражение. Они там, внутри этой области нуклона многократно отражаются. Вот такая интересная модель может быть. Ну, может быть, надо смотреть. Да, хорошо. Спасибо, всем всего доброго. До свидания.